вот эти минуты бенгон три четыре чпичи но где наш дизайн андрей это пока технические сложности я же говорю те что его делать за бесплатно и с ней тоже работает им со 20 и только возможно чем только 720p можно блин а что ты хочешь знаешь сколько меня еще 1600 1080 ну есть подведешь всем людям интернет который будет поддерживать 15000 километр в секунду то пожалуйста это это 720p 60 кадров в секунду и 6 тысячи метров идеальная комбо качество большинство не такие огромные монитор так что для большинства закатил паспатель 725 самый самый кайф включайте говорю даже не поздоровался со всеми как тут уже есть здравствуйте если кто то есть есть дратути дратути ребятушки котятушки как ваши ничего всем привет это очередной вечер вечер встреч андрюш по-другому назовешь меч встреч эти очевидных вечер когда мы играем замечательную серию игр анчарта ммм по моему у тебя какой то недовольный голос как будто я тебе хочешь это обсудить как будто я тебя на кадрку позвал эти люди мечтают но по разному не понимаешь что такое каторга мечты их обращаются прахом пацаны никого нету есть опасный за штабы посиди встречи уничтожать сам железячка который это сделал даже андрей не пришел сегодня андрей андрей пришел вот привет не ругайся чем наглял торгается читайте а ну да ну да ну да привет кстати если не ошибаюсь как раз таки этот бар впоследствии ну короче можно найти в за ласта фас один в один да там даже вырезки газет одни и те же да именно он потому что эти игры делали непослушные собаки да но тедок непослушные псины да руки вверх но что-нибудь расскажешь любишь свою работу обожаю ты спроси меня что-нибудь я что ну что происходит сейчас вообще какой-то временной период это временной период после второй игры прямое продолжение стола продолжение мистер салибан как бы мы пришли на какую-то встречу это я она у вас сначала покажите видимо наши главные герои хотят что-то продать что-то получено незаконным путем ай-яй-яй а за это им предлагают денежки показывайте да ладно тебе нормальная звучка жить можно я должен его проверить конечно озвучка прям таки да серебро шестнадцатый век ты кольцо кольцо предка драйка вот как вот он сэр франсис дрейк по моему да конечно подлинная позвольте спросить я просто вот восхищаюсь вот этому человеку он сразу в руки взял покрутил посмотрел серебро шестнадцатый век ну может быть он супер крутой специалист нас хотят надуть уверяю вас мистер драйк эй-эй ты прав эти купюры явно фальшивые а вот дед сразу говорит бабки фальшивка видишь могу задать тот же вопрос ну все баста сделки не будет клиенту скажете что все профукали идем на это пошло на все к черту не в вашем положении ставить условия отдавайте кольцо берите кейс и уходите отсюда по хорошему ну наши герои по хорошему естественно не умеет вы вор надо же какая ирония ну все поехал он давай боже мой ким засветить вот так вот это один на один и вообще тяжелая штука если что ну а может быть и него тяжелый да очень смешно да да давай врешь мне ну ах ты урод так дедуля вставай у вас ажачилочку дали ну все тебе конец и вот ну смешно и ул и и Что мне делать, Андрей? Обсуждать, как они друг другу морды бьют? Не знаю. Расскажи что-нибудь интересное. Не знаю. Спроси у меня что-нибудь интересное. Я обязательно расскажу. Хороший вопрос. Ну да, монстры у КФ-шного боя, блин. И значит, я обычно играю в эту игру, видишь? Игаешь, сама мне об этом говорит. Кажется, тут кто-то врет. Ты мне не веришь, да? Ладно, парни, хватит уже! Сейчас в английском баре мы пообщаемся, пацаны. Иди сюда, не нам. Я угощаю. Ирландский. И не бар, а пап. Боже, Андрюш. Ну ладно, ладно. Пап, ну а английский. Действуй, это пацаны. Я пишу, не возражаешь? Да, валяй. Жизечка хамится, ну что это такое? Андрюш. Почему ты такой дерзкий? Настроение у него такое. О, ну все, профессионалы нашились. Сразу наезды, блин. Спасибо. Готово. Ультровячок, э, ну хватит, а? Че что ты меня так прижал-то, а? Плохо дело. Давай, сейчас, сейчас погодися, ну ладно. Я догоню. Да, это, типа, первый уровень, первый глава. На! Здоровек. Че-то, по-моему, ему было не больно. Так, я готов. Ты, по-моему, слишком неуклюжий. Горилла. Не издевайся на НПС. Горилла, блин. Ты НПС давно издевается, он доминирует. На, брожи. Больно. Челюстное место на... Вы там живой? Зубы на месте, и ладно. Только моя гордость. Им будет много. Пошли отсюда, Нейт. Пошли. Через черный ход. Держи! Старый грешник, ты не знаю. Индийский фильм, где там дерутся, бах, трах. Сломал чувака сковородкой. Ну и снова сюжетик, сюжетик, поехал. Упс. Черт. Засада. Ну давай, иди сюда. Америкашка. Один треп. Сколько всего номерных частей анчарта? Четыре. Это самым последним получается. Нет, это предпоследний, это третий. Нет, а это самым последним. Ровно четыре, да? Ну если номерных именно, то четыре. Есть еще одна АГ для проективной платформы, PlayStation Vita, и 28 августа выходит спин-офф, который называется Uncharted The Lost Legacy. Ты спросил именно номерных. Если именно номерных, то четыре. Но спин-офф будет номерной или нет? Нет, он называется Uncharted The Lost Legacy. У него нету цифр, ничего. Да блин, ну конечно. Он не номерной. А номерных больше не будет? Ну, в четвертом номерном закончена история Нейтана Дрейка. Мы ее увидим, естественно, на наших стримах. Вот. Она там логически закончена. Я не знаю, как ее там можно продолжить. Не нужно спойлерить прям. Я не спойлерю. Я не спойлерю. Все увидим. Не зверской боли. Нет. Тебя все это заводит. Так ведь? Бой со смертью. Кто кого? Кейт. Не бойся, Виктор. Я не трону твоего мальчишку. Я лишь заберу свое... Бабуля, колечко верни. Отдайте. О боже, что ты наделал? Вторая пассия. Второй тюрдуна? Ну, считай, ты немного спойлернул, да. Да, это такое клешо, что... Сейчас мы переместимся немного в прошлое. Лет на 20 назад. 20 лет назад, да. Я даже не ошибся. До сих пор помню. Где нам дадут поиграть за маленького Дрейка? Кто-то еще говнюк был. Че ж ты так на него? Он пока еще ничего не сделал. Да что, как же ж. Воришка маленький. Ну, он пока ничего не стоит. Если так разобраться, то Дрейк хладнокровный убийца и вор не здесь. Почему убийца-то? Только сколько он за три части игр? У сколько людей убил? Нет, это. Много. Но он же не атаковал первым, понимаешь? Он просто защищался. Это дает какой-то... Да, сама барона все дела. Конечно. Ладно. Самооборона, да. Да. О! Сокровище нашел. Так, ладно, идем дальше. Может, наверху? Надо проверить верхний этаж. Там нужно кольцо и шифровальное устройство. Выглядят они вот так. Вздохи такие. Оно должно быть в витрине. Здесь можно покрутить штурвал. Это синий тон. Первый водолазный костюм. А вот и наши две цели. Кольцо Сэра Фрэнсиса Дрейка и шифровальное устройство. Черт. Мне интересно, кто на наших стримах сидит под ником Синьор Помидор. Он никогда не разговаривает. Хранит вечное молчание. Кто? Я-то? Почему? Это ты, Синьор Помидор? Помидор? Ну, иногда бываю. С Синьором Помидором. Не, тебе... Можно и так назвать. Я говорю, у нас в чате сидит человек, у него ник Синьор Помидор. Он никогда ничего не пишет, но приходит на каждый наш стрим. Мне интересно, почему он не разговаривает. Может, он боится просто говорить? Что там говорить? Да он не на одном стриме никогда ничего не пишет. Но на каждый стрим... Просто он наблюдатель. На каждый стрим приходит. Он просто следит, Андрей, чтобы ты хорошо себя вел. Это специально не ты человек. Он живет в Петербурге. И в какой-то момент к тебе постучаться в дверь, и ты поймешь, что, кажется, ты сделал что-то не так, Андрей. Что это за город? Испания? И Синьор, по-побому. Пиндехо. Вот он где. Сейчас нам рассказывают просто, как Нейтан и Салливан познакомились. Сейчас они знакомы. Сейчас мы будем пристреливать Салливана. Ты далеко, Андрюха, извини. Вот он где. Игорь, ты такой дерзкий сегодня, что жесть. Я-то? Нет, не ты. Он... Железяк. Кто? Криво лежит. Ну приедешь ты не скоро. Еще целый год. Да он гнилый. Можно сказать про погоду, Андрюш. Как у вас погода? Жаркая, душная и дождь капает. Завтра дождь обещает на День военно-морского флота. Куда он идет? А вас отмечает День военно-морского флота? В Белоруссии. Я сомневаюсь. У нас вполне возможно как-то... Я не знаю. У нас День военно-морского флота есть. В военно-морского флота даже не знаю. У нас-то флота никогда не было, если не ошибаюсь. Нет, у нас отмечается целый парад, но в Раде планируется. Ой, у нас уже был один парад, хватит. Мебели? Унитазов и все дела. Самый профессиональный, да? Это был парад военной техники белорусской. Там показали тракторы, в общем. Потом показали туалеты, унитазы, ванны, керамин. Показали военную технику, которая глохла прямо во время парада. Короче, вообще шик. Мне понравилось. Мы когда гуляли там с картохой и так далее. Вот. Какой картох? Что он делает? Ну, Славка, картошка. Кто? Ну, Слава, картофан, который. Ну, вспоминай. Меня ждет. Ты вы что, не помнишь? А, помню, помню, помню. И? Ну, мы с Веталем встретились с ним. И что? Гуляли. Картошкой погуляли? Давно гуляли? Когда там, прошу, субботу, по-моему. Обалдеть. И как, картошка большая? Большая, блядь. Я его не узнал даже сразу. Он сильно изменился. Да, мы с ним знакомы были. Ну, вообще, да, он нас смотрел, мы играли в баттон. Я помню, но я в том смысле, что вы до этого как бы виделись. Не, я с ним не виделся до этого. А. Ну, типа, я его помню по фотографиям, когда ему было скука, лет 16, наверное, блин. А, сейчас он присылал тебе свои фотографии? У него ВКонтакте есть. Господи, Андрей, я надеюсь, он на них был одет? На фотографию себя ВКонтакте он оден, да. Слушайте, какие-то мысли. Я просто, ну, я... Мне кажется, что мы... Ладно, не важно. Ты хитрый парень, Андрей, хорошо. Вот. И когда мы гуляли, мы видели, как стоят подлодки прям посредине в центре города. Подлодки в центре города, Андрюш, ну что ты творишь? Так и я же творю. Он хочет срезать путь. Надо просто... Как подлодки могут стоять в центре города? Ну, вот так вот на Неве, на стояночке. На стояночке. Стояночке. Стояночка. Я, ты в это не веришь, что ли? Нет, ну как-то. Я себе сломаю. Представь, что подлодки. Ну, загугли, да, стоят. Завтра парад в военном москуте. 10 утра. О, кто там с тобой? Может, кто-нибудь может хороший сериал посоветовать? Вдруг упущу. Ну, ты думаешь, они есть? Сериал это? Есть весьма годная. Ну, посоветуй мне что-нибудь. Рим, всем советую в последнее время. Рим, черт. Так, туда нельзя. Надо взять и заметочку. Ну, может, потом... Легион еще. Весьма неплохой сериал оказался. Я сам в шоке, несмотря на то, что про... О, супергероев. Или про супергероев. Так, он в кармане. Ну, это мутанты. Это мой шанс. Ну, в общем, повселенной Марвел, скажем так. Весьма годная вещь. Весьма. А флэш это с МТЛ? Нет, флэш, к сожалению. Не перевариваю. Понимаешь, Легион, он, как бы сказать, он не акцентирует на этой супергеройской тематике слишком большого внимания. Там, по большей части, все связано с восприятием и психологией, скажем так. Там очень интересно, мне кажется. Очень интересно. Смотрите. И стильно снято, самое главное. Очень стильно. Далеко ты забрел, сынок? Я вам не сыну. Да не то, что вот эти вот... Поделки, с позволения сказать. Это вряд ли. Ясно. Больная тема. Ты и талантливый воришка. Я оценил. Не знаю, о чем вы, папаша. Эй, я тебе не отец. А техника у тебя хромает. Сам выдаешь себя наперед. Что за чушь? Чушь? Ты ходил за мной хвостом по городу. Да какой он кошелек. Я ничего не видел. Что за чушь? Значит, придется звать полицию. Валяйте. Им будет интересен старый турист, зажавший пацана в тихом переулке. А ты хитрый маленький воришка. Я способен постоять за себя. И, кстати, полицию вы любите не больше, чем я. Андре, у вас в Петербурге есть стриптиз-клуба? Конечно. Серьезно? Правда, что ли? Ты не врешь? Что ты смеешься? Ну, давай, признавайся. Ой, сейчас попроси, что в Питере есть. Люди добрые, объясните, в чем урожок, я не понимаю. Сумасшедший. Тебе нужно лечиться, Андрей. Так, музей закрыт. Неправда, это все. Мы будем лечить тебе электричеством. Полегче. Прямо электричеством? Не шутишь? Да, нетрадиционная медицина. О-о-о. По крокодилу в каждое отверстие. Успокойся. И конец провода в розетку. Наркоман. Он спятил, ребят. Он просто спятил, не обращай внимания. Да, я люблю всякую чушь нести. Это придает мне своеобразный шарм. Жене нравится. Я на месте. Принесло. Да, Женька. Вот. Мне неприятно. Так. О, Господи. Размахивает руками, когда бежит, как баба. Кто, Дрейк-то? С до, мы добрались до своей цели. Теперь кольцо наше. Оно же вроде как досталось ему по наследству, если я не ошибаюсь. Сейчас ему. Какой резон ему его воровать? Потому что по истории, по истории, рассказанной в ВГР, у Дрейка не было наследника. Когда... К счету он взял, что он предок Дрейка. Ну, это все запутанные истории. В четвертой части про это рассказано. Заткнись, зови, да. В четвертой части. Только в четвертой части. Да. Эх, пацан. О, Виктор, посмотри. Тот самый грязный щенок, что ввел твой бумажник. Ну, пацаны, никто не уводил бумажнику. Ну, вы сам уронил. Я всего лишь ключ взял. Ребята, все вообще по-хорошему. Никаких проблем нет. Какое? Ой. Ой, дамочка разошлась. Значит, такие вещи бесполезны. Кэтрин, ты в своем уме? Он ребенок. Взять его. Интересный, интересный. Поймать мальчишку! Ну, все. Ой. Блин, не люблю. Не люблю это место. Много бегать. Много прыгать. Кольцо скукожил. Ты, конечно, его тоже спереди сюда пришли. Ну, все. Эй, ребят, полегче, полегче. Раскукож, колечко мне. Нарк! А чем ты? Нарк! А чем ты? Хотя, Нарк! А чем ты? Хороший сериал. Насколько я слышал. Как же называется? Прослушка. Кто, они такие? Че, стоит посмотреть. Я бы что-нибудь из современного. Ну, ну, он такой тягомойный. Глянул. Из современного не знаю. Ну, на современную тематику ты меня входит. А, на современную? Понятно. А на какой конкретно? Ну, не знаю. Там, че-че-че-че-нибудь про криминальщину. Ну, вот. Ну, вот. Нарки, смотри. Нарки? А, тьфу, Нарки. А чем я несу? Прослушку, го. А, прослушку? Все, окей. Я забыл. Блин, все под ногами проваливается. Лиги, давай. Он сюда побежал! Извините, ухо зачесалось. Я смотрел давно, с ним на анархии. Жалко, что они кончились. Он был крутой сериал. Про байкеров. Да как ты, как ты меня поймал? Ты ночки анархии. Ну, он вообще классный. Про байкеров. Да, я слышал. Ну-ка, пошли со мной. Ты чуть-чуть. Блин, он читер какой-то. Как ты меня догоняешь? Но у него ноги длиннее. Очевидно. Как у нас Петербурга? Мягкой посадки. У-ху. Попался. Извините, простите. Прошу, прощу. Да не бочит меня, ну. Не дурно, а. Попался. Блага, здесь бенч-поинт, нормально. Извините, простите. Прошу прощения. Эх, ты недоносок. Ох, зараза. Ох, зараза. Ох, зараза всю неделю, как бы погода была достаточно стабильна, неприятно, тепло, горячее. А сегодня, вчера дождь начался, сегодня как бы пасмурно было, но это не так плохо. Ну, у нас тоже пасмурно, дождь, как бы, а сейчас не ушибся. Противная погода, короче. Ты сейчас спятил, дядя, больно не будет. По-моему, тебя пришили. Салли ходит с револьвером, он должен тебе, как персонаж, Серега, прям нравится, он же топчик. Упа, я как бы револьверы мне, я не знаю. Пошли. Нет, я промазал, ну ладно, я пытался. Не бойся, парень. Если бы он ходил... Грязный Гарри, это, конечно, здорово. Ну, ладно, если бы у него был веблей какой-нибудь четвёртый, то, может быть, это очень клево. А так, ну, я даже не знаю. А нафиг он пацанам вообще-то приютил, я не понимаю. Ну, теперь вот, типа, ему стало его жалко, видишь, на него, наверху, вот эта старуха, как бы, а он, типа, вор. Типа, никаких трупов и так далее, только шмотки и всё. Вот, а они, видишь, захотели его пришлить. И он такой, типа, блин, нет, я же не связываюсь с грязной работой, надо спасать пацана. Это когда в Питере назвал парадную подъезда, и за тобой бежит жесткий Андрей, чтобы дать. Слушай, даже врифу, мне это нравится. Андрюха зажёг. Конечно. Ты же вообще молодец, мне он нравится. Да уж, трудно, ребёнок. Как попал на улицу? Нет уж, мистер. Извините, я вас не знаю. А вот сцена знакомства Салли и Нейтона. Виктор Салливан. Теперь было бы вежливо представиться. Пуссы Салли много где побывали. Ладно. Скажи, хоть чем тебе приглянулось это кольцо? Оно моё, фамильное. Я просто его забрал. Фамильное кольцо Фрэнсиса Дрейка? Ну да. Не хочу тебя расстраивать, парень. Но у Дрейка не было наследника. А вот информация, что у Дрейка-то... Салли говорит, у Дрейка-то не было наследника, блин, парень. Правда не было. Какого? Умный малый. Дай взглянуть. Ну брось, парень. Если бы я хотел его отнять, я давно бы это сделал. Фанфики, блин. Спасибо. Что написано? Парвис Магна. Сиг Парвис Магна. Великая начинается с Мао. Это его девиз. Да? Кольцо подарила ему королева Елизавета после того, как он вернулся из кругосветного плавания. Она посвятила его в рыцарей. Этому ты явно не на улице обучился. Откуда такому пацану знать латынь? Ну, монашки заставили. А, то есть ты был в пансионе? Красивое название. Ладно. И что ты там затевал со своим кольцом и этой астролябией? Это вы скажите. Вы работаете на них. Ну, парень. Клиент заказывает вещи, я достаю. За деньги. Я не задаю вопросов. Просто работа. Такая милая дама. Что уж там. Наверняка, я уже уволен. Ну, ладно. Во-первых, это не астролябия. Это устройство для чтения шифров. Вот, глядите. Огибая земной шар, Дрейк шел через Ост-Индию и утверждал, что шесть месяцев шел отсюда до сюда. Ну, и что? Такого не может быть. У хорошего моряка этот путь занял бы от силы месяц. Он явно что-то скрывал. Что-то важное. Например? Например, тайное задание Ее Величества. Или спрятанный клад из награбленных несметных сокровищ. О-о-о, пошли, блин, фантазии. Я не уверен. И это... Твое устройство как-то с этим связано? Я вам зуб даю. Мне нужно было слушаться срочно. Оно бесполезно. Без ключа. Просто не мог уже держать себя в руках, извините. Чем же ты занимался? Я не могу сказать. Ага. Вы не сказали, что вам от меня нужно. А-а-а, что-то вроде. Слушай. Ты, как никогда, близок к Истине Андрейся. Оставайся со мной, и я тебя обучу. Спасибо. Мне и одному живется неплохо. Да уж. Вижу. Давайте попробуем еще раз. Друзья зовут... Познаешь, бывают такие дни, когда вот реально хочется постримить. Но ты прям чувствуешь, что тебя прет, что вот, ну, хочется, хочется. Сегодня нет такого чувства? Да. Да, что-то, когда... Ну, все, что придет. Мне не так много выходных дней. Ты же сам знаешь. Ага. Далеко пойдем, что придется. Я знаю, ты не любишь второй, третий, первая чарта. Но как мы придем в членную... Я пока в поисках работы у меня, как говорим, это уже и собака много достаточно. Ну, а я работаю, видишь? Да, я вижу. Вижу, как-то работаешь. Но я просто не хочу пугать людей уже. Как ты правильно заметил, сейчас тащит качество, а я его предоставить просто физически не могу. Слушай, позапрошлый... Позапрошлый верный век. Надо хотя бы мониторчик обновить. Ну, это было бы, да, неплохо. Хотя бы. Я, в принципе, ну, я считаю, даю все качественно. Не знаю, мне же стынь, не страшно вроде бы. Не знаю, пусть зрители скажут, страшно мне. Ну, так вот, скажи, у меня страшно строго выглядеть. Тут, понимаешь, страх вызывает не столько картинка. Опять, ну, ты понимаешь, зачем я. Он хейтит с новой группой. Нет, я не хейтю. Хейтишь. Ты что, хейтер, что ли? Я не хейтю. Пошли уже. Шевелись на их. Фу, мерзость. Сюда. Вот снова на меня наезжаешь, брат. Вот так вот. Брат, братан, братишка, когда меня отпустит? Давай, Чарли, чего ждешь? Да, да. Ладно, ладно. Сейчас все кончится. Сейчас все кончится. Скоро-скоро, уже почти. Ну, вот и все. Не так уж и страшно. А теперь мы узнаем, что у нашего узора друга, друга Катаро, холостофобия. Закрыто. Ой-ой-ой, ты ж мы скоро дойдем-то там до того места, которым ты на прошлом, на стриме, еще пару лет назад застрял. Там, где нужно с блокнотом сидеть. Это я знаю, как он или применю. Конечно. Это было восхитительно, ребят. Поэтому стремно закончился, по-моему, в то деле. Нет, я прошел дальше. Вот сразу ты вот так выстрелишь, только плохое. Потому что это весело было, я же не говорю, что плохо. Спасибо за помощь. Ну, шевелитесь, лентяй. Мы поржали тогда. Я нет, потому что это был релизный стрим. Вот, я не знал, как это проходить. Мне было тяжело. Да не релизный, по-моему. Нет, мы стремили плак. Второй день после релиза. Привет, парни. Здравствуй, милая. Что-то я сомневаюсь. Не помню. Да, а ты бы видела, Хлоя. Все прошло идеально. Что примок? На тебя не похоже. Ну, скажем, черт. Хлоя? А, это индус. Да брось ты. Жена. Нет, или не жена, кто она ему? Жена. Друг. Напарник. Но он ее... Проблемы были? Нет. Ну, вообще, да. Тебя точно не заметили. Да, точно. Ну, где наша старушка? А где Елена? Вон там, видишь дверь. Чуть позже появится. Машина въехала туда давно из тех пор. В какой части они поженились? Четвертый. Ну, я все это время наблюдала. Пока никто. Все интересующие тебя события происходят в четвертый. Гай, Сережа. Ветли они нас ждут. Ты их недооцениваешь, а зря. Да мы только для них одним глазком. Потихо. Да, конечно. Но если что, стреляй. А уж потом разбирайся. Ну, первое правило. Если что, стреляй. А потом уже вопрос. У меня было страшное искушение. Просто взять этот кейс и уйти. Да, у тебя на лице все написано. Поверь мне. Ты, Андрей, какой-то уголовник. В моем возрасте лучше всего... Это они сказали, не я. Я не говорил? Да ладно. Но я надеюсь, ты не ошибся. Но я говорю, по факту, и не прогнулся. Все тихо. Люди добрые. Только послушайте его. Думаешь, они там? У меня же Андрюха подтвердит, что это они так сказали. Мы же не можем просто так взять и вломиться туда. У нас нет времени тут торчать. Я проберусь внутрь. Вы ждите здесь. Есть. Дверь заперта, так что нам придется лезть через окно. Ты уж прости. Да что-то мне пяточка зачесалась. Ну, вот ему бы он тишится. К хорошему стриму это. Угу. Конечно. Конечно. Черт. Пусто. Куда она делась? Я здесь, кстати, на том стриме умирал постоянно. А сейчас я прям красавчик. И где? Что-то что-то. Вы ее видите? Не понимаю. Черт. Нет. Зеленая дверь. Тот самый. Ну, когда уже, извините. Все возможности исчерпаны. Остается только ходить гадалкой. Чего? Иди гадалки. Ты че? Ну, а Лен, тут сериал смотрит. И параллельно общаюсь. Чую выхлопные газы. Понятно. Ну, что ж. Машина Моро пропала. Ну, тут раз порыв. Нужно ее найти. Следы шины. Все еще мокрые. Следы шины. Все упирается к стене. А здесь машина свернула. Ну-ка. Ммм, все еще мокрые. Но ты же у нас умник. Что мы упустили? Кажется, я... Посмотрите. Хм. Какой-то механизм. Может быть. Четыре колеса, четыре кнопки. Соле, встань вон там. Вы двое. Встаньте сюда. Так, на счет три. Готовы? Раз, два, три. И? Не сработало. Должно уже сработать. Ооо. Что? Это свет. Изи. Соле, посвети-ка на стену. Как обычно, что-то пошло не так. Ну-ка, парень. И мы нашли вход в тайное логово. Этих ребят, у которых находятся на нашей шифровальной устройстве. Нейт, с кем это мы связались? Кстати, Хлои будет посвящен спин-офф под названием «За вас тревиз», который уходит 28 августа. Держать связь по рации, сообщу, когда пройдем туннель насквозь. Куда бы он ни вел. Сваливать будем быстро. Так что будь готова. Ладно. Она умеет уходить от погони. Да, слыхал. Ну что ж, продолжаем. Думаю, все согласятся, что это немного странно. Кто поедет на машине под землю? А, сейчас угадаю. Кого-то, кто очень хочет замести следы. Умник. Они пробелись к старой системе тоннелей. Эй, сюда. Заперто. Ненадолго. Ключи для слабых. Пошли. Здесь можно протиснуться. Ой, ладно. Макдув, иди. Ни за что. Что? У Шекспира. Макдув, начнем. Баблсты. Может, поторопимся? С тобой все нормально? Это что, он был негр? Я не люблю замкнутое пространство. Вот и все. Не стой на месте. Слава богу. Что за Макдув? Есть ли предел твоему невежеству? Вижу их! Лучше некуда. Как вы меня увидели, если я спрятался за стенкой? Что ты делаешь? Оставь глушитель! Так, туннель прямо под нами. Мы на верном пути. Долго падать придется. Не высоковато ли? По-моему, Серега полностью покинул нас. Терней. Что, Андрюш? Не делай так. Я могу подумать, что у меня отвалился. Насколько все в таком духе. А, нет, не волнуйся. Там не слышно сериал? Не сильно. Я еле слышу. А на фоне игры, я думаю, вообще не слышно. Прячься. Ждите, пока они подойдут. Прячься. Ну вот опять, посмотри на него. Маньяк-убийца. Ждет жертву. Нельзя там вырубить человека. Обязательно надо... Что это такое? Ну я даже не стрелял. Да, могу быть лучше. Эй, там наверху есть проход. И лестница. А тут нет? Что она застрелила? Собственно, убийство. Ну это же не Хитман. Да я по-смысле о том, что это как-то влияет в дальнейшем. Вот, например, если... Мне кто тебя даже не пожурит за это, правильно? Нет. Побереги. Ну, слушай, это подключенческие шутки. Это же все-таки инсимулятор-киллеры какого-то. У меня, кстати, есть новый Хитман. Но я вам могу показать, если что. Угу. Угу. Не знаю, как ты, конечно, снис. Там наверху какие-то двери. Будешь ли ты смотреть на Хитмана в моем исполнении? Подсади. Попробую добраться туда. Нет. Нет? Прям ты резко мне даешь запрет на стримы по-хитному? А, у нас мы уже пытались. Ну это же были будут мания, а в новую я играю отлично. Я даже, получается, там поставился иногда по-фильм. Не всегда, конечно. Да, остается несколько лишних трупов. Да, делишечки дела. А вот и заветный рычаг. Давай. Есть! Так, Чарли, давай. Опять туннель. Слишком высоко. Мы тут шеи переломаем. Сюда. И туда мы теперь идем. Глава 5. Лондонская подземка. Так что это был английский, пап. Какая тонкая работа. Викторианская эпоха. Может, раньше. Боже. Это ржавеет тут целый век. Давай. Пройдем вот здесь. Мне всегда нравилось, как озвучивают вздохи, охи, стоны. А ты бы исполнил вздохи, стоны и все такое лучше? Если мне за это деньги платили, я бы сделал все, что мог, чтобы это звучало охрененно. Это бы звучало лучше, чем в оригинале. Так, уже почти. Сделай. Ты мне заплатишь, Андрей? Конечно. Это дорого. Ну, не, а он есть на донатах. Шесть сотен. Ва, ва, ва. Сработает. Сижу, короче, отказался. Отказался. Понятно. Да? Да, держи. Порядок. Ну, у них, конечно, простой путь, а у меня сложный, как всегда. Что это за место? Черт в укрытии. Что там творится? Стрельба с высоты они не ожидали, понимаешь? Я слишком легко с ними расправился. Эй, машина Marlowe. Так, все. Теперь никаких кошек. Ну, как игра, озвучка не так уж плохо. И жить ее вполне может. Сказа, еще мало где есть. Хорошие озвучки. Да и в то время, в 2011-й, вот они мало где были. День добрый. Мы тут немного заблудились. Это что, не Кикс Кросс? Не с места. Ты же мне крутым охранником себя возомнил. Оно не дергаться. Отлично, друг. Так держать. Старая станция лондонского метро. Что это за место такое? Никогда такого не видел. Это вроде вокзала. Да, только двухвековой давности. А я-то думал, меня уже ничем не удивить. Ничем не удивиться ли, да, говорит? Нужен глушитель. Надо использовать глушитель. Назад. Уложи их. Тихо. Пошли. Они прошли здесь. Сейчас суть, часы не легче. Ого! Какая резьба! Эпоха Тидоров. Шестнадцатый век. Что? Это начинает действовать у меня на нервы. Наверх. Тихо, нейт. Да че что дедуля так паешь? И тихо, ты тихо. Все ж пошли. Дай сюда. Опа. Боже, милостивый. Кто они такие? Не желаю слышать озорожки. Что он выкинет? Это досадный промах, но... Нет, не промах. Глупость. И эта глупость могла дорого нам обойтись. Четыре века поисков. Наконец-то тайна Дрейка будет раскрыта. В чем дело? Я не понимаю. Это подделка. Что? Не может быть. Я сам проверял. Его подменили. Да ну. Я держал его в руках. Он надеял на шею. Я глаз не спускал. Нас надули. Катер. Ага. Выстерегите глядеть в оба. Нас могли выследить. Вы за нами. Найдите и принесите мне кольцо. Мне плевать, как вы это сделали. Фига. Какой не упал. Найдите и принесите. Хе-хе-хе. Все по стамсу. Никакого шума. Слабо они тут развернулись. Так, где там шифровалка? Вы только посмотрите. Фу. Нейд, время. Не валяй, дурака. Да. Да. Ну, здравствуйте, вы же тетя. Андрюш, мне нужно будет отойти. Давай, я как-то скоро вернусь. Куда? Куда? Я скоро вернусь. Это не я. Ты два нога. Давай, алби-бек. Это не просто книга, умник. Это книг Лоуренса. Лоуренса Аравийского. Да, да, знаю такого. Отправлено из Дорсета в день, когда он разбился на мотоцикле. 13 мая 35-го года. Они убили его, перехватив письмо. Они? Эти люди. Они. Кем бы они ни были. Ты несешь полный бред. Просто авария. Свидетели сообщали, что там был черный автомобиль. Эй. А, то есть это был заговор? Может быть. Нейд. Что? Эту штуку ты искал 20 лет. Поехали. Н. О. З. Эл. О. Что такое? Чушь. Но злой-то я. Что? Что за черт? Просто обрывок фразы? Извини, Нейд. Ну и мерзавец же этот твой предок. Заткнитесь вы. Это анаграмма. Злотая. Золотая лань. Корабль Дрейк. Да. Подсказка. Где-то здесь что-то спрятано. Разделимся. И все обыщем. А что мы тут ищем, а? Золотую лань. Возможно, модель или картину. Откуда нам знать, что она здесь? Уверен, что здесь. Золотая лань. Может, ты сможешь в Баклин-Тэбби? Ну, конечно. А, вот она. Вот она. Проехали. Я нашел. Я. Вон там. Носовая фигура с корабля. Извини, золотая лань. Придется падать. Черт. Ловушка. Под терьмо. Под терьмо. Я боялся, пока она кто-то снил. Боже. Я так и знал. Он был ворами. Эй, нам нужна помощь. Давай, Нейт, уходи. Что ты делаешь? Перед журнал и шифровальный диск. Пошли. Пошли. Патроны на исходе. Берите оружие. Ну, уже смысла оглушительного какого нету. Поэтому берем нормальный ствол и уходим отсюда. План работать потихо, провалился с треском. Черт, они повсюду. Черт, тут засада. Не крой. Ладно. Надо уходить отсюда. Надо прорываться. Как-нибудь уйдем. Как же у вас много. Да че ж ты такой побегунчик-то, твою мать. Фига он там обошел, блин. Профессионал что ли? На. Сейчас хедшотики ставим. Будем. Готов. У него был вроде калашинком. Да, отлично. План, че ж с чем-то меня сегодня так не радует? Все молчат. Че так скучно-то, а? Что за дела-то? Андрей, железячка, дерзкий сегодня, как не знаю что ли. Черт, они повсюду. Живо! Надо уходить! Берегись, Нейт. Их тут полно. Да я понял, что ты паунил. Класс. Это он окончается. Чё, всё? Что, ни у кого нету патронов АК? АКСУ, точнее? Вау, вот эта штука покруче даже будет. Чё, ни разу. На стримчанский-то у нас работает, а то у меня даже количество зрителей не отображает. Да, работает, вещь просто её ожидается. Ну ладно. Эй, тут лестница! Ну, поживей! На! Веру, давай! Очень просто. Кайса по тоннелям бейгают Кайса по тоннелям бейгают Катар, где это мы? Станция Норт-Атвуд, пошли Станция Норт-Атвуд, многое сказала Тихо, тихо, тихо Осторожно! Ах ты гад! Клоя, слышишь меня? Выходим со станции Норт-Атвуд. Некогда бить не... Мне бы явно понравилась эта сцена, но я больше чего не люблю. Валим. Я сейчас сдохну, придурки, эй, быстрее. А кто к тебе пришел? Ты писать-то мне хотя бы можешь? Кто к тебе там пришел? Что-то, что-то, что-то... И говорит, пощекочите мне, мисс, я должен поймать этого верблюда. За нас. За наш с вами успех. Да. Не желаете ли выпить, сэр? Да. Да. Карта подтверждает. Дрейк и не думал торчать полгода в Уст-Индии. Он отправился прямиком в Аравию. Так. Самое интересное. Видите? Это подпись Джона Ди. Какого еще Джона Ди? Джон Ди. Ближайший советник Елизаветы. Как можно не знать. Да, он был большой знаток математики и навигации. Опережал свое время. Возможно, этот диск и его работа. Увлекался оккультизмом. Очень жуткими материями. Он подписывал послание Елизавете этим символом. Мол, он и ее глаза. Первый агент 007. Видишь? 007. Это не так важно. То есть Джон Ди послал Дрейка в Аравию? Да, похоже. Ди королева. И Уолтсингем. Да, но зачем? А вот это уже вопрос на миллион. Теперь перейдем к Лоуренсу. Прежде чем стать Лоуренсом Аравийским... Классный фильм. Он был археологом. Еще ребенком он увлекался историей, бредил рыцарями и крестоносцами. В своих странствиях он описывал места, где проходили крестоносцы. Это все здесь. Так, теперь я совсем запутался. Как все это связано с Дрейком? Сейчас скажу. После войны Лоуренс сказал, что если вернется в Аравию, то лишь для того, чтобы найти некую Атлантиду песком. Эта легенда многократно всплывает под разными именами. Убар, Ирам Многоколонный, Медный город. История всегда одна и та же. О, баснословно богатый город, прогневивший бога своей гордыней и погибший в песках пустыни Руб-эль-Хали. Вот здесь. Хм, мне нравится часть про баснословные богатства. Это на их поиски королева отправила Дрейка. О, да. А главное, именно их ищет Марлоу. Стоп, стоп. Если Дрейк отправился туда по приказу королевы, зачем такая скрытность? Зачем так стараться утаить, что он был там, в том числе от самой королевы? Не знаю. Что-что, я не расслышал. В прошлый раз мы пошли за тобой через полмира искать затерянный город, и предприятие вышло очень рискованным. Да, но теперь у нас преимущество. У Дрейка была лишь половина зацепок. У Лоуренса тоже. У нас есть все. А у Марлоу не одной. Но есть нюанс. Пустыня Руб-Эль-Хали тянется на шесть сотен миль. Бедуины обходят ее стороной. Даже если знать, где город, а мы не знаем, искать его там верная смерть. Подождите, видите символы? Да, похоже на Собейское письмо. Собейское письмо. Точно. Крестоносцы искали тот же затерянный город тысячу лет назад. Но лишь два места в дневнике Лоуренса помечены этими символами. Одно в Сирии, другое во Франции. О! Нет, вы двое в Сирию. Мы во Францию. Если пойдем по этим зацепкам, найдем город Лоуренса. Я уверен. А что потом? Как мы пересечем шестьсот миль непроходимой пустыни? Ну, город в сердце пустыни. Так что это всего лишь триста миль. Сориентируемся по обстоятельствам. Сожжем мост, когда дойдем до него? Именно. Что скажете? Была не была. Так, по сюжету наши приключения помещаются в Францию. На нашем суперджипе дальше не проехать, поэтому мы идем пешком. Что? Ты найдешь джунгли даже в сердце старушки Франции. По крайней мере, идем в нужную сторону. Замок вон там. Надо постараться дождаться Серегу. Думаю, как придется. А я ему немножко закунулась. По твоим меркам это может значить еще в месяц. Нет, Кира опережает. По быстрому набегу. Я тебя опережу. Запомни. Неужели ты до сих пор злишься? Мне было 15, Салли. Если бы я знал, что ты доведешь меня до тюрьмы. Ты попал бы туда и без моего содействия. Теперь сюда. А вот и башня. Правда, врага на карте не было. Недавно вырыли. Ладно. Поищем обходной путь. Эй, это кто, Фабон? Сюда. Осторожно. Меня терзают сомнения. Это тот самый замок? Не похож он на обиталище Крестоносца? Скорее, это Ренессанс. Опять ты ничего не прочитал, Салли? Основа этого замка была заложена в 11 веке, а после его надстраивали. Фу, ненадежная конструкция. Твоя первая машина. Ну и ну. Оберн, 27-го года. Вот мы и добрались. Казань замка Барон Годфри был в крестовом походе в 12 веке. По Лоуренсу от первоначального замка остался прямоугольный донжон и сады. Именно там и следует искать то, что Годфри мог принести из Аравии. Посмотрим. Тут не пройти. А если прямо в это окно? Нет. Не хочу порезаться. Правильно резаться, это неприятно. Идем дальше. Молодец, парень. Скоро вернусь. Ну да, с духом. Зараза. Больно-то как. Эй, сюда. Заперто. Отойди-ка, отстрелю замок. Смотри только поаккуратней с этим. Я не слепой. Ты как? Так, теперь нам надо выйти в сад. Там будет старый донжон. А, как все запущено. Не идёт. Не откроешь. Треклятая балка мешает. Нужен какой-то рычаг. Сможешь влезть? Попробую. Стоп. Есть идея. Вот так. Сработает. Осторожней. Тут всё сгнило к чертям. Люстры вроде держатся на противовесах. Да, видимо, так их опускали, чтобы почистить. Так. Продолжение следует... 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 Что за... Да, раз там свет, значит, там можно полезть. Слава богу, выход. Думаю, я смогу туда забраться. Легче легкого. Черт. Они где-то здесь. Найдите их! Они там один. Вижу их! Вижу их! А че так дерзко и больно? Да блин, на стандартной сложности это можно не так и машить? Да серьезно? И да, я... Но, герача, по количеству убийств слепую. Было даже не сложно. Кто еще там попался? Вылезай, говнюк. Говнюк. А вот ты где. Да у них тут целая арка. Хэтшот. Тебя в расход. Собралось тоже не профессионалов. Вот с двухстволочкой, братишка. Ну, тебе не повезло. Да? Спасибо за подарочек. Сюрприз. Ух ты, неожиданно. Не повезло, пацаны. Все, гранаты. Гранаты это дело такое. Бах! Салли приезжали. Поберегись! О, черт! Ой-ой-ой! Получай. Бах! Граната! Сил как мог! Вовремя! Аааа! Аааа! Ааааа! Ааааа! Аааа! вот так я думаю побольше чем автобус даже ухту вы тут заходить умеет да да ты чё тут целая армия что все что ли не наш чоку вздух не укрой 30 убийств микроуизи ксенька на 7 не ходил полкоман клев и последний найдем явно думаю что наверх соли я один не справлюсь ладно но теперь куда не уверен может спустимся посмотри это еще что это боец столбота бывший но это невозможно они только явились ну что с ним могло произойти не знаю но мне это очень не нравится нам так а тут вот надо посмотри собейское письмо да только ничего не поймешь просто чепуха постою в стороне чтобы ни на что не нажать хорошо где-то балал мне это за гадонька опа так четыре буквы п лоуренс про это я не писал посмотрим два и И правильно прошел. Раз, два, три. Да мать. Вот, easy. Дальше. Три буквы X. Раз, два. Да. Что-то у тебя было. Три, четыре. Раз, два, три. Так. Дальше. Буковки U. Как? Только на буковки U-то не залезть. Или, подожди, или не буковки U, а там буковки P есть. Не, U-U-U типа. Я типа все слетела. ПМ, 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 Х, и Х, и Х. Потом четыре буквы U. Раз, два, три, четыре. Два икса и три. Раз, два, три. Не туда наступил. Это надолго? Тогда я сигару выкурю. Я стараюсь, Салли. Ура, получите. Хоть глаз выколи. Посвети-ка. Сейчас. Ух ты. Похоже на старинную лабораторию. Салли, мне нужен свет. Сейчас. Лаборатория алхимика. Погоди-ка. Ничего не напоминает? Да, жуткое логово Марлоу, если подумать. Салли, это лаборатория Джона Ди. Что, здесь? Во Франции? Он нашел нить, ведущую к крестоносцам, как и Лоуренс. Эй, посмотри. Ну что, посмотри-то. А, сабейское письмо. Сабейское письмо. Что это за символы? Похоже на вычисление. Тут надпись на енохианском языке. Сможешь прочесть? Попытаюсь. Алтарь охраняет вход в преисподнюю. Он вызывал духов с помощью магии. Да, или за алтарем скрыт тайный проход. О, точно. Подсоби-ка. Да подсоблю, Салли, подсоблю. Ну ты посмотри. Хитрый старый жук. Спасибо. Не ты. Джон Ди. О. Ты тоже хитрый. И старый. Да. Ну, пошли. Дай зажигалку. На. А, так-то лучше. Сколько можно? Когда ты уже начнешь носить при себе спички? Не понял. Так, тут тупик. Давай сюда. Ух ты. Хотели никого туда не пускать. Или оттуда. Ну-ка, помоги мне. Я держу. Вот так. Вот так. Семейный склеп. Может, это твой Готфри тоже здесь? Если он что-то и знал про Атлантиду Песков, он унес это в могилу. Значит, ищем могилу. Именно. Посмотрим. Похоже, он искал решение, но не закончил. А, ну я вспомнил, как эта загадка решается. Может, мне еще сложно. Что это? Древняя викторина? Впечатляет. Да. Ну как? В этих склепах его нет. 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 Его могила спрятана. Смотри внимательно. Насколько я помню в втором режиме... Как-то вот так... Конь у нас... Третий ряд вроде... Орел теперь... Тут вроде... Да. И последний. Третий ряд, по-моему, четвертый слот. Как же я хорош. Понял. Молодчик. Никаких застреваний, прям. Заманчиво. Осторожней. Лорд Готфри, полагаю. Он самый. Мы нашли то, что искали. Это оно. Вот, подержи. Это... Какой-то амулет. Тут надпись. Пойдешь по стопам Ланселота? Ага. Собейское письмо. Это из древнего Йемена, да? Да. Там, в шестнадцатом веке, должен был оказаться Дрейк. Может, название города? Три тысячи лет назад? Нам нужен текст целиком, иначе все без толку. Надеюсь, другая часть в Сирии. Может, Катар и Хлои ее найдут. Может, ты правда, Катар и Хлои ее найдут. Блин, долбит. Ты че тут делаешь, брат? Превосходно, господа. Харрис, забери у мистера Дрейка артефакт. Да, Харрис. Попробуй. Стоит ли из-за этого умирать? Ваш друг так не думает? Отдай, мэйд. Что это? Господи, что это? Че? Стоит ли из-за этого умирать? Забери, живо! Сдается мне, ваш факел гаснет. Желаю удачи. Ну и мерзавец. Согласен. Пошли. Надо скорее выбираться. Держись рядом. Да и бывали, приедай, дорогие, похуже. Нужно выбираться. Туда. Отсади. Давай быстрее, Сальто, мать. Помоги. Вот, давай. Ааа, они повсюду. Дали, проклятие. Дали, шевелись. Живо. Давай. Эй, давай. Боже, с потолка лезут. Давай, беги. Да, отвисните вас. Шустрые твари. Шустрые, это слово, и кусачие, блядь, отвалите от меня. Ну-ка. Капа нету. Я помогу. Прыгай. Сними их. Сними. Черт. Все, порядок. Моя очередь. Повернись. Все путем. Ты живой? Да, вроде да. Туда мы больше не пойдем. О, да. Я тоже поддерживаю. Дайте совершенно не нужно. Ну, туда мы не пойдем. Я пойду куда угодно, если только там не будет пауков. Так. Надо уносить ноги. Да что его искать, я уже его нашел. Есть. Вот черт. Берегись, все рушится. Да знаю, знаю. Да, это умно. Как и задумано. Теперь бы еще спуститься. Тихо, тихо. Тсс. Оправите канистры. Все выливайте. Все. Что они там делают? Зажжем все дотла. Господи. Салин надо уходить. Насчет там же надо уходить, я согласен. Все к чертям сейчас сгорит. Они же психи. Да, я согласен, кстати, крупный ксалин. Черткий. Крутой снайпер. Че, типа крутой, типа крутой, блядь. Вот и вот. Поджигайте. Черт, плохо дело. Попали. Грохни их, соли. Все, мы их сделали. Это ты попался. Да, блин, кнопка-то высветишься, наверное. Ну, быстрей. Держись, я иду. Черт. Быстрей. Куда? Ты у нас тут, иди, дедуля. Давай, 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 пойдем. Я подсошел. Пацаны. Давай, черт поделись. Бесполезно. Должен же быть выход. Пошли. Надо уходить отсюда. Уходить, это хорошее, нет. Порядок. Встретимся на той стороне. Класс. Уже иду. Осторожно. Встретимся на той стороне. Какой перверк. Черт. Очередной мистер Стиройн. Че нравится? Нравится. Здороверка. Класс. 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 Так, вниз. Выход рядом. Давай к двери. Горите, ублюдки. Нет, 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 нет. О, ненадёжное укрытие. Где убираться-то, а? Мать ваша. Стой. Наверх. Лежу дверь. Чёрт, тут дверь. Мы сейчас вниз упадём. Блин, а вон. Ты как? Давай, давай. Чёрт, чёрт. Салли, я застрял. Помоги. Это они. Ложись. Чёрт, спасибо. Вот так. Пошли. Помоги. Дай руку. По всему однике он, кстати, нужен был упасть, поскольку поделить. Хабон. Удержался. Давай, Ней, вперёд! Салли! Дорога, Ней! Салли, держись! Я сосканчиваю! Я иду. Так, я держу. Держу, давай! Боже, спаси! Салли! Салли! А, ну, ага, это меня вообще зрители не показывали. Ноль, ты не можешь быть по-любому, потому что ты здесь. Вот, Серёга, где-то ходил. Да, у меня, блин, тут-то-то показывает количество, ну, да, на то пути всё ещё, блин, не заехал. Плюс, Серёги, нету, плюс я, будем бугаться сейчас, как-то пройду вот этот уровень. Да, блядь. Вся она, по-любому, не один, как бы, а два, потому что у меня по-эр-ключи. А чё, ну, ага. Чё, как дела, ага, чё. Держись! О, чёрт! Вперёд! Иди, Салли! О, господи! Башня сейчас развалится! Беги! Беги! Беги, Салли! Вот так, да, ну, всё-всё, ясно, да. Лишь бы на меня свалить. Всё понятно с тобой, Герыч. Круто у тебя не христианчики, кстати, и оценил. Ну и ну, еле ушли. Ты как? О, да, я огурцом. Давай. Сейчас, подожди. Вечно ты забываешь, что я старший на четверть века. Да брось, Салли, ты силён, как бык. Куда торопиться? Они думают, мы сгорели. Фух. Ну да, почти. Признаюсь, я запамятовал. Какого хрена мы в это ввязались? Нет, нет, нет. А Ветт или уехал на две недели за город у него в отпуск? Или на неделю за город уехал? Крич, он уехал. Предлагаешь поднять с лапки вверх? Не надо, этого я не говорил. Тогда не делай вид, что готов лечь и сдохнуть. Слушай, парень. Сегодня утром уехал. Я прикрывал тебе спину 20 лет. Я никуда не денусь. Ясно же. Я просто хочу знать, что мы не зря всё это делаем. Тобой движет уязвлённая гордость. Ты теряешь страх. Это не моя школа. Это плохо кончится. А, чёрт. Причём для всех. Господи. Что? Катар и Хлоя. Если следили за нами... Чёрт. За ними наверняка тоже. Надо предупредить. Да. И скорее в Сирию. Надеюсь, ты помнишь, где машина. Я ничего не соображаю. Чёрт. Обоим не могу дозвониться. Что-то тут не так. Скоро замок откроется. Через несколько часов начнут подъезжать автобусы. Тогда поспешим. Цепь срезана. Ну, теперь ясно, что мы тут не первые. Пока Марлоу и Толмут считают нас мёртвыми, можно застать их врасплох. Надо действовать. Значит, прокрадёмся и выясним, где держат Хлою и Катар. Если они живы. Не будь пессимистом. Я реалист. Эти люди не похожи на тех, кто берёт плянных. Давай пока будем думать о хорошем, ладно? Спасаем Катар и Хлоей. И потихоньку удираем. Ну, восьмой главе, я думаю, на сегодня хватит. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.